Товарищи, сегодня очередное плановое занятие Университета рабочих корреспондентов Фонда Рабочей Академии. Тема занятия «Необходимость государственного регулирования экономики». Ведет занятие кандидат экономических наук Гавшин Борис Николаевич. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Лекция у нас называется «Необходимость государственного монополистического регулирования экономики». Почему надо ее регулировать? Потому что, конечно, понимая, что мы переживаем и живем в государственном монополистическом капитализме, самые совершенные фазы развития капитализма. Путь к капитализму достаточно большой прошел после феодального строя. Разные этапы развития были. И мы понимаем, сейчас диктуют транснациональные монополии, диктуют экономическую политику. И государство, соответственно, должно понимать и действовать как современный капитализм государственного монополистического, а не какой-то другой свободный, свободного рынка, который был во времена Адама Смита 200 лет назад. Мы понимаем, что дальше уже будет уже опять социализм, как первая стадия коммунизма. И Ленин объяснял, что такое социализм. Это единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией означало бы социализм. И вот в этой связи думаешь, как же развивается наш капитализм. Потому что капитал это самовозрастающая стоимость. К сожалению, вот в нашей стране и многие руководители нашего государства действуют так, что из страны уходит капитал и не самовозрастающая, а самоубывающая стоимость получается, что не отражает действия капитализма. Вот сегодня госкорпорация авиастроительная например заявила, что в этом году будет выпущено 152 самолета. Конечно, это что означает? Что никакой свободного рынка, свободной конкуренции нет. Что вывели на рынок купите кто-нибудь самолет мы сделали или авианесущий крейсер или подводную лодку или еще какие-то. Конечно, это на заказ. И кто на заказ у нас? Когда у нас произошла в окончательном варианте контрреволюция в 91-м году пришел капитализм, после более передового общественно-экономического строя коммунизма в его первой стадии социализма, все думали, ну сейчас у нас друзья будут и американцы, и европейцы будут такие хорошие друзья, что как раз это у нас нет дружбы, потому что у нас другой общественно-экономический строй, хотя более передовой. И вот прошли годы, вот мы видим сейчас и санкции против нашей страны, и в принципе ничего не поменялось, а куда наша страна и куда другие страны притягиваются? Опять куда притягиваются? К тем социалистическим странам, которые строят, они еще не социалистические, но они строят социализм у себя, и если посмотреть все население планеты, которая составляет около 7 миллиардов населения, то 1 миллиард 512 миллионов населения это составляет страны, в которых живут люди, которые строят социализм. Какие это страны? Вот Китай самый большой у нас 1 миллиард 380 миллионов населения, идет Вьетнам 90 миллионов, КНДР, Северная Корея, которая 25 миллионов и это страна, в которой построен социализм, потому что если нет диктатуры пролетариата, то это идут к социализму, а в КНДР построен, хотя обвиняют, что сейчас достаточно много наращивает КНДР и вооружение, ракеты наращивают, испытывают, в том числе и атомное оружие, но с другой стороны КНДР понять можно в окружении капиталистического мира, когда блок НАТО Соединенные Штаты Америки, когда совместно с Южной Кореей проводят учения вблизи Северной Кореи, конечно, это очень опасно. И кто еще строит социализм? Это Куба 12 миллионов населения и Лаос 6 миллионов. Вот те страны, которые на этом пути. Ну, а наша страна пришла к капитализму как мы уже сказали после более прогрессивного общественно-экономического строя. И как идет развитие по цифрам. Вот нам приятно наверное с вами, что у нас долларов миллионеров по сравнению с 2013 годом долларов миллионеров у нас в стране прибавилось и на 10% стало больше. Казалось бы, это что? потому что бурное развитие нашей экономики идет. Бурного развития нет наоборот. У нас все где-то о нуля высчитывается и никакого бурного развития нет. А как в Европе? А в Европе с 2013 года опустилась наоборот эта цифра и на 4% стало меньше долларов миллионеров. хотя тенденция во всем мире выросла на 3% на 3% долларов миллионеров выросла. Но мы конечно впереди. А как по общей доходы общей доходы у нас по сравнению реальные доходы вот по сравнению с 2013 годом у нас составили 90 с половиной процентов. То есть это о чем говорит, что экономика современной России ориентирована сейчас на господствующий класс, на буржуазию. Они становятся богаче, а реальные доходы населения наоборот упало, а зарплата в 2013 году если за 100% взять стала составлять 92 с половиной процента. То есть тоже упало. У нас прожиточный минимум составляет 9691 рубль. 9000? Да, 9691 рубль. Официально объявленный. Да, официально объявленный. И если вот такая цифра, то сколько у нас людей живет ниже прожиточного минимума, которые считаются бедными. А у нас живет 19,8 миллиона человек. То есть, платите, 10 тысяч доход, это не бедное уже получается. Это уже не бедное. если взять в Европе, там по-другому считают. Ну вот, допустим, у нас средняя зарплата в стране составляет 37000. Вот если взять половину и от половины взять, то где-то в Европе, допустим, по нашим расценкам, кто меньше 19 тысяч, кто меньше 19 тысяч, то бедный бы человек считался. А у нас считают прожиточное минимума. И конечно, вот такие цифры не радуют в целом, поскольку мы понимаем, конечно, у нас не Украина. Конечно, как Порошенко в 7 раз увеличил свой капитал, население нищает. Конечно, такого нет в России. Но цифры тоже гордиться такими цифрами тоже не стоит. Поэтому конечно должны многие руководители, понимая, что это государственно монополистический капитализм, надо его обязательно регулировать со стороны государства, уже рынок не свободной конкуренции он уже не будет регулировать. А только все должны смотреть на государство, чтобы наше государство сохранилось и Россия сохранилась, потому что не будет регулирования и не будет и России. были ли попытки у нас регулировать такие мощные, крупномасштабные не локального плана по какой-то отрасли промышленности или по какому-то одному направлению, а в целом в стране. Да, попытки были. Когда в 2008 году Владимир Владимирович президент уходил уже в преддверии ухода с должности президента России, выступил на расширенном заседании госсовета и называлось «О стратегии развития России до 2020 года». И потом уже, когда стал председателем правительства, подписал в качестве распоряжения, это мы понимаем пятый уровень, но тем не менее это распоряжение председателя правительства, которое называлось концепция социально-экономического развития страны до 2020 года. И эта концепция никакого движения не было, даже когда вот, казалось бы, председатель правительства подписал эту концепцию, пришел на смену председателя правительства Путина, пришел Медведев. Ну, предшественник, казалось бы, написал, подписал концепцию, что должен сделать преемник, как председатель правительства. Реализовать, как можно реализовать. Концепция это замысел, замысел подъема отечественной промышленности и экономики. Но если такой замысел, как можно от этого, можно что-то сделать, что-то не сделать, надо же планирование, программирование сделать через двухпалатный орган наш федерального собрания, нижнюю палату Государственную Думу, верхнюю палату Совета Федерации пропустить и дальше реализовывать. И все забыто, этого ничего не сделано. И наоборот, тогда еще развернулись по многим цифрам и мы закупили многое в Европе. Это сейчас такое движение есть программа импортозамещения. Хотя этой программы вы нигде не почитаете. И закон есть о стратегическом планировании, только плана такого нет. И вот получается, что в этой ситуации получился в развитии стопор. Казалось бы, где можно еще подчеркнуть? Можно подчеркнуть в том же нашем Санкт-Петербургском государственном университете, который выпустил президентов, председателей правительства, вице-премьеров и патриарха, и Ленина в свое время выпускал. и многие, кто учился, в том числе у профессора Попова Михаила Васильевича, сейчас у руля большого государственного стоят. Казалось бы, вот здесь опора. Вот его 70-летие. Выпущен был сборник по актуальным проблемам развития России и социальная философия. Поскольку даже в этом университете не так много таких конференций проходит, да их нету практически. Михаил Васильевич понимает, что более важной задачи, чем развитие России, ничего больше нет, не будет развития и не будет всего остального. Кто, вы думаете, очень востребована у исполнительной, у законодательной власти, ну кто может проекты принести и разработать? Вот, конечно, в первую очередь, конечно, партии. партии должны предлагать программу развития России. Самая ведущая у нас партия, которая у нас занимает основной подчисленности и, соответственно, по принятию решения, это Единая Россия. В этой партии очень легко вообще что-то разрабатывать. И разрабатывать почему легко? Потому что первое лицо партии, он же председатель правительства. Но если такая мощь, казалось бы, все институты, которые в государстве созданы, они могут все работать на этом. Нет, этого не происходит. Остальные, справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, программы, которые спорили. И вообще, как будет развиваться страна, должна остро идти дискуссия. Ну а как иначе? Потому что это же непростой вопрос. Нет, этого тоже не происходит ни на законодательном уровне, ни на исполнительном уровне. И если включим телевизор, можно начинать Владимира Соловьева послушать. Проблемы на Украине, проблемы в Сирии, это очень важные проблемы, но и у остальных, но как будет страна развиваться? Нет, не происходит. И вот резонансный был это в 15 году на закрытой межведомственной комиссии Совбеза России выступил советник президента Академии Глази Сергей Юрьевич. Речь называлась о неотложных мерах по отражению угроз существования России. Если неотложные меры, но действительно эти меры надо на всех уровнях обсуждать. Нет, это тоже ушло в песок и неотложные меры отложили. И вот сейчас разрабатывается вроде как 25 мая разработать три направления. Это правительственный блок, должен проекты принести. Это Кудринский Алексей Леонидович блок, который был дипломником у Михаила Васильевича, но почему-то своего учителя не черпает и не подтягивает его, к сожалению. А страна от этого выиграла, если бы его дипломник Кудрин Алексей Леонидович почерпнул бы своего учителя в очередной раз и предложил бы и президенту и законодательной власти как должна развиваться страна. И третье направление это Глазево, которого я уже сказал. Что выдадут на гора вот эти три направления неизвестно, но мы понимаем, что у нас в сентябре пройдут многие выборы по субъектам федерации, а точной даты нет, где-то 18 марта ориентировочно так цифра названа, она, конечно, еще будет уточняться, 18 года мы будем избирать президента. И если я бы очень хотел, чтобы Владимир Владимирович Путин был бы президент, потому что на сегодняшний день равных ему нету. И государственный монополистический капитализм, который есть у нас надо развивать, потому что именно из государственного монополистического капитализма происходит коммунизм, его первой фазе социализм. Если не будем развивать нашу страну и не будет развиваться государственный монополистический капитализм с помощью государственного регулирования, то не будет России, как не стало Советского Союза. То есть угрозы, конечно, это очень большие у нас. И в этой связи обеспокоенность при нашей встрече с профессором Поповым Михайловичем обеспокоенность была, давайте, тогда, поскольку есть какой-то потенциал, можно и направить по официальной почте, можно по электронной почте направить, направить, и достаточно много наших земляков, питерцев, которые в рамках нашего государства на больших должностях, и можно до кого-то дойти. Давайте используем потенциал и подскажем, потому что общаясь даже с некоторыми лицами администрации президента и говорим, при каком мы капитализме, мы же империализм, то есть государство монополистической капитализм. А ну когда спрашиваешь, капитализм, дальше рыночный могут назвать еще, то есть даже вот это не знают, но если четко вот этого не знают, и нету государственно жесткого регулирования. Поэтому что мы предложили под руководством Михаила Сеевича, что мы предложили и сделали записку. Записку президента эта записка опубликована у нас и на сайте есть фонда рабочей академии на других сайтах. чтобы как четко звучит, это вы можете четко прочитать. Ну здесь существует семь пунктов и подписи профессора Попова Михаила Васильевича, президента фонда рабочей академии и моя подпись исполнительного директора фонда рабочей академии. Первым пунктом что предложили? Первым пунктом предложили поручить Российской академии наук Министерству промышленности и торговли и Министерству регионального развития поручить разработать программу. Поскольку государственный монополистический капитализм, то конечно кто должен разрабатывать? Ведущие это как и Ленин в 20-м году уже после революции через 3 года поручал разработать десятилетний план куда и входило Гоэлро который предусмотрел удвоение экономики. Случилась у нас контрреволюция в окончательном варианте 91-го года но никакого же плана не предложили а то будет как у Ленина грозящая катастрофа и как с ней бороться. Он же как бы рекомендации в июле месяце он же не знал что в октябре и в ноябре будет революция. Он как бы рекомендации давал буржуазные правительству которое пришло после февральской буржуазной революции. Сейчас что в Российской Академии наук очень большие потрясения пришлось даже Фортов ушел в отставку кандидаты все ушли причем надо было уже волевым порядком назначать исполняющего обязанности. Но надо в первую очередь не разгонять и не такая ситуация как с Академией наука поручать как Ленин поручал разработать при государственном монополистическом капитализме план план на какой сектор план на государственную собственность и государственная собственность действия как единая монополия нет ни одной транснациональной монополии где бы не было плана развития россии и остальные все то что у кого в собственности то есть на 70% на государственный план а на 30% то что у наших уважаемых олигархов программу а программа то как будет звучать в первую очередь это должна создаваться из госзаказов вот на основе этого и разработала и академия наук и министерство промышленности и торговли и было бы очень здорово и минэкономразвитие поработало в этом плане и был бы результат второе аморкционные отчисления мы говорили что чтобы поддерживалось морд смерти а морд неумирания чтобы поддерживалось и не умирали наши предприятия надо отчислять ну сколько отчислять ну примерно 10% поскольку в 10 лет ну должны основные фонды меняться чтобы было передовое производство если мы будем на которое несколько десятилетий служат основные фонды то конечно никакого передового производства не будет основных у нас у нас основных фондов насчитывается около 140 триллионов но если 10% даже в банке зашло бы 14 триллионов это тоже большая была цифра от которой бы можно и насытить и банки а у нас их сегодня 625 банков а было вообще 2500 вот и в то же время и в то же время это дало бы развитие дальше о накоплении поставили вопрос третьим ведь что происходит если мы не будем накапливать а будет уводиться все за границу и не будет никакого развития поэтому предложили давайте 80% хотя бы оставалось у государственных предприятий в России а 60% кто частные здесь имеют капиталы оставьте здесь в России на остальные деньги пожалуйста куршавельте но это же надо принять соответствующее решение и если бы такое такие вообще первоначально первоочередные были бы указы постановления правительства а в целом поскольку программа то и идет а потом уже и вошло бы в планы в программу конечно это было эффективно и в меру ответственности если это не выполнялось то конечно за это внесли ответственность дальше чтобы развивалась экономика предложили четвертым пунктом это чтобы было у нас ставка рефинансирования которую часто часто называют ключевая ставка но было как в Америке там от 0.5 до 0.75 у нас сколько Виктор Иванович 9.75 сейчас ставка рефинансирования плюс эти 625 банков начиная неважно с большим государственным участием капитала типа Сбербанка ВТБ или вообще без государственного участия капитала но эти все коммерческие банки берут у Центробанка под по этой ставке ключевой накручивают свои проценты давайте ограничим причем как как ограничим а нет кто 10 процентов кто 7 кто еще сколько накручивает почему надо сделать хотя бы 1% тогда бы маржу тогда бы им хватило конечно может быть не было как мы помните говорили что до до кризиса получали 3 миллиона 700 тысяч топ-менеджеры Сбербанка России вместе с бонусами а условия кризиса стали получать на 400 тысяч меньше 3 миллиона 300 а другие банки мы вообще не знаем где государственное части капитала нет что вообще там творится поскольку поскольку это есть закон коммерческая тайна и коммерческую тайну надо сохранять и сохранять это Ленин говорил в работе грозящей катастрофы как с ней бороться надо отменить коммерческую тайну и по банкам говорил как рекомендации буржуазного правительства сократить что не нужно такое количество банков но однако у нас вот такое количество банков и коммерческая тайна и конечно что там вообще делается ведь никто не знает и в развитии да и что покупают покупают валюты евро доллары что угодно потому что цель какая извлечение прибыли вот банк не выполняет свою роль а действует как ростовщической конторы и никакого развития под такие проценты не будет поэтому в Америке казалось бы самая богатая страна ну там можно взять если ставка рефинансирования вот такая как я сказал по 2-3 процента конечно вот и развитие предприятий а такой таких предприятий такой рентабельности конечно нет пятым пунктом поставили ввести прогрессивную шкалу налогообложения но если мы говорим вот передовые страны и передовые развитые страны Европы там Америки ну так везде же прогрессивная шкала налогообложения по Европе во многих странах более 50 процентов в Америке 35 процентов малообеспеченные вообще особо освобождены от уплаты налогов а у нас все и богатые и бедные по плоской шкале 13 процентов конечно с миллиардов и с миллионов заплатят 13 процентов или заплатили либо раза в три в четыре больше конечно вот и социальные вопросы можно решать и так далее дальше на основе роста производительных сил конечно постепенный переход предусмотрение шестым пунктом сокращение рабочего дня до шести часов Швеция уже перешла на шесть часов и этого могло тоже позволить и людям больше отдыхать и более продуктивно работать и седьмым пунктом предложили это реализовать предложенные меры советником президента Российской Федерации Сергеем Юрьевичем Глазьевым который предложил и предложил достаточно меры народная правда газета об этом писала что но если там много страниц на доклад и после закрытой межведомственной комиссии считали что вот пройдет большой совет совбеза России предпредседательством президента и там как раз и будут разбирать но большой совет не назначен как я сказал уже это сейчас работает под предложением три вот этих блока но этого ну там можно прочитать и какие два комитета надо создать чтобы страна достаточно быстро разбиралась и у нас специальная была и лекция на этот предмет и моя статья была в газете народная правда какие комитеты как должно работать какие меры и действительно очень обоснованно более обоснованных ну и рядом никого и не поставишь больше нет если бы у нас допустим кроме советника президента таких было много очень предложений но можно было по еще рассматривать но таких предложений нет и конечно это обостряет ситуацию и страна у нас не развивается так как нужно ну конечно кроме этих мер конечно можно было рассмотреть чтобы в качестве государственной задачи помните мы говорили и если доходы у нас между децильные коэффициенты между 10% бедными 10% богатыми скандинавских странах в 3-5 раз отличаются в 5-7 раз отличаются по Европе в Америке в 9 раз а у нас в 32 раза между доходы между 10% бедными и 10% богатых что сейчас ситуация изменилась нет вот я вам в начале лекции говорил что наоборот перекос богатых становится больше и кто и был богатый и господствующий класс у всех остальных идет наоборот все на понижение это что не взрывоопасная обстановка и если мы идем и к президентским выборам в 18-м году конечно в качестве государственных задач и мер надо поставить конечно чтоб наоборот было пожалуйста тут можно с Европы и с Америки взять пример почему хорошие примеры не брать или ввести дополнительную как меру налог на наследство видишь что получается у нас от олигархов сейчас сыновья дочери получают в полном объеме ну можно ограничить конечно налог на наследство если до 100 миллионов к примеру ну можно не облагать а если 100 миллионов и более то конечно надо обложить и сколько это будет допустим это же предприятие не встанут и шахты не встанут и многие предприятия не встанут а сразу допустим перешло налог на наследство или заплатить или допустим 50% к примеру это можно же обсуждать как в качестве меры 50% сразу же стало бы государственным или может быть 51 государство уже как государственном монополистическом капитализме уже могло эти вопросами заниматься давать и план и госзаказы энергичные могли давать а так многие получат собственность хорошо если какое-то будет развитие но если не заниматься со стороны государства развитием не будет развития уведут за границу потому что что раз и нет у нас такой беды которая называет себя элита рожать летят в Америку деньги отправляют все за границу какие можно замки там клубы там инфраструктуру все там создают то есть вот при государстве на монополистическом капитализме для развития конечно вот эти вопросы государство должно затрагивать достаточно энергичным образом если этого не будет то конечно и будет как и у Ленина грозит катастрофа спасибо за внимание вопросы погодите вопросы поступили в том числе и ваши по порядку почему вы считаете что в Китае социализм там не отменены товарно-денежные отношения есть свои миллиардеры может быть там государственный капитализм на котором есть вывеска что он социализм первый вопрос да значит мы же говорили что там не социализм социализм только в Северной Корее в КМБ где есть диктатура пролетариаты а в остальных это идет только строительство вот в нашей стране когда был социализм построен что после семнадцатого года нет конечно мы строили социализм вот после семнадцатого года после когда после великой октябрьской социалистической революции как ее назвали тогда вот строили а когда был построен что сразу же нет мы построили к середине тридцатых годов к середине тридцатых годов построили и социализм просуществовал и как и мы называли сталинская экономика которая действовала до шестидесятого года а потом уже и на двадцать втором съезде отменили диктатуру пролетариата и построение общенародного государства хотя Ленин говорил что нет никакого народного нет никакого среднего или диктатура одного класса или другого класса и пошел после шестьдесят первого года какой опять переходный период который закончился победой капитализма в девяносто первом году и что сейчас разве вот движение только в одном направлении в том же Китае конечно нет в основном это строит социализм но он еще не построен а как и в любом как и на реке мощное течение но на той же реке вот на вот река Нева зайдите посмотрите вот сейчас лед идет идет в основном сюда финский залив сладожское озеро которое протяженность 74 километра но на многих участках он идет в обратную сторону и все то же самое и в экономике и в Китае то же самое следующий вопрос что мешает путину остановить деградацию науки и образования и обеспечить их развитие очень хорошо что вот мы рассматриваем эти вопросы в стране не очень рассматривают а мы рассматриваем вот мы говорим о силе рабочего движения ну вот Путин же ведь он президент Российской Федерации но отражает как буржуазный деятель интересы господствующего класса буржуазии если посмотреть на Америку в США ну Трамп какие интересы да он президент всей страны в США но он отражает интересы в первую очередь господствующего класса если Трамп что-то будет против всех делать кто составляет костяк господствующего класса не будет Трампа а что у нас в нашей стране не так ну как можно помочь тому же нашему президенту вот рабочее движение мощное мощное рабочее движение чтобы был план развития России была программа развития России и конечно шмаковский профсоюз до него не достучишься и он ничего не предлагает хотя это могло бы быть очень мощное движение профсоюзное чтобы действительно наша страна развивалась и капитализм государственный монополистический капитализм достаточно быстро развивался но этого же не происходит поэтому конечно конечно вот Путину надо помочь помочь надо вот это раз и мы не помогаем помогаем и если движение рабочего класса было что принимайте меры надо развивать а государственный монополистический капитализм как раз и стал бы прародителем уже коммунизма в его первой стадии социализм было бы здорово а если все плует плохо ну и развалится Россия как и Советский Союз он уже сегодня Казахстан Назарбаев принимает не кириллицу а латиницу и давайте мы от букв русского языка отойдем и придем уже у нас это не важно что 80 лет учили все кириллицу русский язык в основном был все уже на английский язык все почему потому что от слабого отворачиваются к сильному тянутся ну вот надо сильным быть тогда и все будут тянуться и Путину конечно надо помогать что конкретно должны делать коммунисты для развития государственно монополистического капитализма в РФ ну вот я уже частично как раз затронул этот вопрос коммунисты вот сколько партий сколько движений сколько общественных организаций конечно вот это что то что я мы написали Путину и ответы от администрации президента от этих от Минэкономразвития от Министерства промышленности и торговли от Российской Академии ответы идут вот уже влияние уже влияние уже пошла волна но если бы у нас не шли многие коммунисты под Навального в пустую и не там бы не кричали еще бы пошли бы кто поддерживает Гитлера пошли бы туда еще кричать мы тоже чтобы наш голос где-то услышать она даже по-крупному и авторитетно вот и заявлять на других площадках что Навальный предлагает и люди идут что предлагает очень интересные меры по развитию России нет ничего вы там не услышите критиковать и бороться только с коррупцией одно направление а не развивать Россию но не будет Россия будем в угоду как сейчас на Украине происходит будет разваливаться Россия как и Украина и на дотациях дайте миллиард из Европы дайте миллиард долларов из Америки мы тогда выживем как Украина мы что хотим Россию такую быть и в такие блоки вступают мощное движение должно быть поддержать эти меры как мы поддерживаем меры предложенные советником президентом академиком Глазием на закрытом межледовательской комиссии СОБ без России 15 сентября 15 года давайте теперь поддержим вот эти меры давайте выработаем еще какие-то меры вот вот это роль коммунистических рабочих объединений и движений согласны ли вы что требования изменения конституции по упразднению института президента и установлению парламентской республики облегчит развитие государственного монополистического капиталин в РФ многие страны вот Европа в основном парламентская некоторые страны переходят от президентской формы правления к парламентской формы правления это какие все это все буржуазные страны сказать сказать что это отражает рабочему движению и это что-то изменится да нет конечно вот изменится то какие меры будут приниматься парламентской властью президентской властью надо чтобы правильные меры а какую власть не вести давайте перейдем как Европа на парламент а не как Америка президентская и что в корне поменяется да ничего не поменяется давайте развивать государственный монополистический капитализм при том строе который есть но чтобы этот строй план сверстал чтобы мы знали как наша страна будет развиваться в государственном монополистическом капитализме лучшего регулирования ничего нет А дальше вот и пойдет. И развитие, и все. А не будет развития, и не будет страны. Поэтому вот на что надо всем опираться и поддерживать. Спасибо. Выступление. Милев Егорович Иванович, пожалуйста. Спасибо. Ну, по поводу прошедшей лекции я немножко опоздал, но все равно выскажу небольшие моменты. Я хотел начать с другого, но начну по поводу социализма так называемого в Китае, что там идет развитие социализма. Я в Большом университете был на конференции, на международной конференции, где были представители различных государств, включая Китай. Они там обсуждали вопросы развития экономики этих государств. И с трибуны выступал товарищ Ли Вэй, представитель китайской бизнес-школы. Он очень много говорил про китайскую коммунистическую партию. И одним из его заявлений было, причем это было сказано с одобрением, что коммунистическая партия теперь больше отказалась от коммунизма. Она перешла к так называемому ВВП-изму, от слова ВВП, чтобы не строить коммунизм и социализм, а чтобы увеличивать просто выпуск головного продукта. И неважно, в интересах какого класса это будет осуществляться. Он также открыто сказал, что коммунистическая партия отражает интересы элит, что рабочие говорят, не создавайте профсоюзов, не делайте забастовок. А наоборот, уважайте своего босса, потому что босс заботится о том, чтобы вы обогащались. Вот такую пропаганду ведет коммунистическая партия Китая, со слов Ли Вэя, представитель бизнес-школы Китая. Он говорит, надо развивать коммунистическую партию, развивать в этом смысле. Это по поводу того, какой социализм Китая. Дальше. Борис Николаевич говорил о том, что у нас большое расслоение на богатых и бедных, какого нет во всем мире. И предложил, вместо того, чтобы поддерживать рабочее движение и настраивать его против буржуазного парламента и буржуазного правительства, сделать так, чтобы оно шло к какому-то вилебрантовскому социализму, который сейчас распространен в Европе. Это шаг назад социал-демократии. Причем социал-демократии современного титока, 21 века. С большими воротами и большими витками. Это как-то получается. У нас предпосылкой социализма является расслоение на пролетариаты буржуазии, на абсолютно неимущий класс лишенной собственности и финансовую олигархию, которая подчинила к себе все производство. Зачем тогда этот разрыв пытаться как-то сокращать? И, по-моему, говорить о том, что Россия развалится, и если коммунисты не будут предпринять меры по поддержке государственного монополистического капитализма, это шовинистический уклон. Это шовинизм. Россия капиталистическая страна. Она развивается согласно тому, как диктует буржуазное правительство. И буржуазия, она заинтересована в том, чтобы сохранить свое господство. Она не даст просто так лишить себя собственности на централизованный капитал. Буржуазия не нуждается в поддержке революционных движений. Буржуазия сама себя может поддержать. Рабочие не могут себя защитить. Они не сознательны. Пролетарии не понимают исторического материализма. Они не понимают, как сделать забасток, как вести классовую борьбу, как сопротивляться администрации, которая понижает их доходы, как сопротивляться постоянно растущей эксплуатации труда, как делать мощные профсоюзы. Вот рабочие движения нуждаются в поддержке. Они как и капиталисты, которые показываются сейчас какими-то детьми, которые не понимают, что вокруг них происходит, и которые дают себя просто разрушать внешним силам. Ну, по-моему, это оппортунизм. Спасибо. Говори за пару. Не надо, я и так громко. Сюда ходи. И так громко. Степан Малинцов, сначала, только пока не забывай. НЭП, это одно, НЭП это временно. А кооперация это же постоянно. Понимаешь? Вот вы все про монополию. Монополия это, она не противоречит. Поэтому нас привела в тупик. И поэтому пришел кооперация. А кооперация это значит не общенародной собственности. Это значит возврат к капитализму. Четко и ясно пишет. Да, мы строим капитализм. Да, возврат к торговле. Для нас чрезвычайно неприятное открытие. Понимаешь? Так вот еще. Говорите на себя. А? Говорите на себя. Для возврата открытия. Почему Раскалин такой живучий для некоторых неожиданно оказался? Потому что он стоит на таких надежных принципах, как деньги, жажда наживы, зависть, эгоизм и все такое. Но самое главное, конкуренция. Капиталист не будет выпускать плохую продукцию. Потому что его другой, его его просто не будут брать. Его конкуренты задай, ну потом. А у нас монополия. Если наш скороход будет выпускать плохую обувь, так она по всей стране. Только вынужден только ее брать. Ну потом. Я сказал, что она плохая была. Или, например, госплан. Пошел ты госплан. Перевести сколько-то тонн груза. Это значит, выгодно возить песок, выгодно возить бетон. А вот, наверное, алюминиевую стружку возить невыгодно. Поэтому отчитывались. Централизованный принцип. Однопартина система или монополия, она падает в лесах неизбежно в головастиках. И головастика, знаете, довольно глупее, скажем. Вот недавно был фильм Гений, Абдул в главной роли. Частные инициативные места гасятся. К чему это привело? Это Клусенковщине привело. Жилищные старые сочетались по квадратным метрам, наплодили коммуналок. Там же выгодно больше по квадратным метрам отчитываться. Коммуналка по рождению буржуазии. Ну что? Совершенно в городе никогда не жили толком. Капец не жил. Ну, бля, в рождении. Вот сбил мы ее. Вот как же говорить? Тихо. А столизм он стоит на таких ценностях, как честность, совесть, порядочность, самоотверженность. Это все классовые категории. Это все туптой оказалось. Честность, порядочность, она классная. Товарищи, не перебивающие. Честность и порядочность понятие бытовые. Понимаешь, бытовые год нормальный год. А для политики там же другой уровень, это и есть диалектик. Вот пример. Идет мальчик, идет паренек, в педисторушка, промил кошелек. Он бабушка, ты говоришь, а на мой спасибо, милок, ты нет, моя пенсия. А потом вдруг этот мальчик узнает, что у него дома антиквариат, у него там золото, в этом мальчике проснется раскольник, а потом переход к количеству, в качество. Да почему обязательно? Говорит, Огар, по теме. Говорите о себе. Тема насчет государств. Вот смотрите, как Энгельс. Государство регулировано, я не понимаю. Мы должны укреплять госкапитализм, ну так значит мы будем рабочих и капиталистов мирить. Чтобы была революция, нужно революционная ситуация. Значит, надо рабочих, надо сначала злобить. Чем хуже, тем лучше. Вот это я здесь. А вы же приглашаете это. Про шведский капитализм вы здесь вспомнили. А что такое шведский капитализм? Там уравниловка. Там зарплата министра была всего лишь раза в полтора больше, чем зарплатка лицера рабочего. Понимаете? Там обграбили дом, это, премьер-министр как-то. Спросили, говорю, понимаете, вы зачем министра обграбили? Он говорит, вы знаете, что это министр? Обыкновенный дом стоит в ряды, как все. Мы влезли в него. И вот вместо того, чтобы с КПР вгрызться, вы бы объединили, чтобы прогрессивный налог ввести. Я тоже в трогу. Понимаете? Спасибо. Погоди, погоди. Вот как я сам себе противорел. Насчет государства, регулирования. Том 18, страница 3, 2, 3, 5. Я тут две недели сидел, выписывал, марс и все. Я не смешу. Что государство отомрет как политический авторитет, но сохранится административный авторитет, не поймешь. Государство отомрет, тоже мне оно нужно. Он же пишет, том 23 страницы 3, 2, 2. Скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере. Все правильно. У него и до черта вроде, что все нахрабяются с капитана. Вот для чего же государство. Для того, чтобы только классовую борьбу держать. Спасибо. Минуточку. Спасибо. Время-то вышло. А сколько мне удали? Пять минут. Спасибо. Товарищ Герасим. Но тут был хороший вопрос задан, на который Борис Николаевич при всей полезности его лекции в целом не вполне ответил. Что коммунистам-то делать? Дополни, пожалуйста. Вообще задача коммунистов, так вот, согласно классике, это организовывать рабочие движения, носить в него научный социализм и готовить рабочий класс к свершению его исторической миссии. Это построение бескрасового общества. Организовывать рабочий класс. И вот с этой связи, конечно же, надо нам в первую очередь наращивать рабочие движения, наращивать забастовочное движение и оно позволит сохранить производство, оно позволит развить производство и вывести эту тенденцию в дальнейшем до победы, довести это до победы пролетариата, прихода его к власти и до построения бескрасового общества. Вот это вот такая работа у коммунистов. И надо сказать, что даже там, где какие-то вот, не то чтобы работа коммунистов, а где вот какие-то ростки такого проявляются, это действует достаточно эффективно. Вот, допустим, Пугачев, член Совета Федерации, очень авторитетный человек, владелец Бартийского завода, но, видно, как и большинство наших заводовладейцев, решил это дело сгубить завод. Ну и там, так сказать, начались определенные варнения. Благодаря этим варнениям, там на достаточно сильном уровне, но, правда, здесь, я думаю, это еще и поддержали определенные сиры, скажем так, в афродской промышленности, в градостроительной промышленности. И на основе этих варнений туда приехал Путин, и Пугачева вынудили продать акции, Бартийский завод вошел в ОСК, и развалить его не удалось, и он сейчас вполне успешно функционирует. И вот это показывает, что рабочие, они кровно заинтересованы в развитии промышленности, именно в усилении ее монополистичности и выводе промышленности на новый уровень. А почему вот так сейчас мы должны биться за монополии? Потому что кто был на рынке, кто застал рынки 90-х и начало нулевых, те совершенно четко скажут, что там никакой социализм невозможен. При всем том, что люди там конкретные зачастую настроены очень просоветские, мы в свое время с этим сталкивались напрямую. Тем не менее, там система взаимоотношений легкие, там как гирки заведить, как кого обвесить, и вот это все пронизано настолько вот этими торгашескими отношениями, что там никакого социализма не будет. С другой стороны, скажем, вот в крупных сетевых магазинах типа Окея, ну там совсем другая ситуация. Там грузчики, фасовщики, кассиры, и в общем-то при социализме там ничего не изменится при переходе к социализму. Руководство, тоже администрация, она там вполне возможно, что будет работать на своих местах хозяева, черти где. И там, в общем-то, это в парне уже, несмотря на то, что сейчас идет, конечно, капитализм современно идет на уловки, и сплошь и рядом, там вот в частности в Магните так организовано, что там нет наемных работников, мне говорили, а там только предприниматели все имеют справку, что зарегистрированы как частные предприниматели, все работники, и они, так сказать, вступают в гражданские договорные отношения с администрацией, и кассиры, и грузчики, и продавцы, и все там частные предприниматели. Сами платят налоги, сами там все это бегают по налоговым инспекциям, а тут договорные. Но это все равно, так сказать, такая внешняя форма, содержание это все там наемного труда, все равно это крупная фирма. И, конечно, вот это сильно чувствуется там, где есть крупные коллективы, там есть рабочий класс, там есть развитие, и там, вообще говоря, есть почва для работы. И вот видно наглядно, что вот судостроение у нас, оно вот здесь сильно продвинуто по сравнению с какими-то другими отраслями оборонной промышленности. И это объясняется в частности тем, что среди флотского начальства, но там не то чтобы коммунисты, коммунистами, марктистами их назвать нельзя, но много людей просоветски настроенных. Я вот тут был на одной конференции, достаточно крупной, но там, в общем-то, кому подойдешь там с головой, слушай, я коммунист, там, то есть достаточно крупные люди, крупное положение занимающие, но коммунисты, они, конечно, относительные. Но вот этот советский дух вот во флоте, он и организует заказы, и флотскую промышленность организует, и там, надо сказать, ситуация достаточно благоприятная. Там и зарплаты благоприятные, и там нести почву, вот наши товарищи газеты раздают на заводах, там их охотнее берут газеты, и охотнее, так сказать, вступают в разговоры, и там все, говорит, почва для разговоров, для каких-то. А вот, скажем, корпорация других, даже оборонных, там отношение такое, что это рынок. А вот мы не имеем, то, что мы производим, не имеет потребительной стоимости. Я говорю, ну какая тут потребительная стоимость может быть? Мы не на рынке находимся, у нас корпорация. А вот мы никому не нужны, нам никто ничего не заказывает. Крупнейший НИИ способен решать крупнейшие задачи, а вот мы не нужны никому, он не заказывает. А почему не заказывают? А потому что в тех же КБ, там, скажем, начальник АДЕР, у него экономическое образование. Он и не может, даже симпатичный парень, да, но он не может и сказать-то, так сказать, что ему нужно, что ему не нужно. Ну, как тут пытаешься говорить, что вот это мы должны определять, что нужно-то, мы должны это говорить, проводить, и напоминать, что все-таки, а вот, так сказать, там то, сё, не заставишь, там все частники. Какие частники? Во-первых, частников сейчас легко заставить. Потом, так сказать, можно сделать с ними, как с Пугачевым. Можно сделать, как с Ходорковским, в конце концов, с особенно упорными частниками. Но здесь вот какое-то такое вот, и здесь вот надо сказать, что Борис Николаев здесь оптимистично настроен по поводу того же Путина. Вот я надо сказать, чем глубже погружаюсь, тем больше, так сказать, здесь тяжкие сомнения. У нас в России традиционно во многое определяется, так сказать, первым лицом, и в том числе атмосфера нравственная и тому прочее. При Сталине, хотя Джон Стейнбек, автор «Гроздьев гнева», он, так сказать, ерничал по этому поводу. Вот я видел немыслимое количество портретов и бюстов Сталина, я слышал, что Сталину это не нравится. Но мне показалось, вот за годы, он был несколько месяцев в нашей стране, что то, что Сталину не нравится по-настоящему, то куда-то исчезает из политической жизни. Но и тем не менее, при Сталине все-таки в ЦРМ и в КБ, и на заводах, и в научных учреждениях была обстановка такая, что в первую очередь должны обеспечиваться интересы развития страны, интересы развития производства, интересы дела. Сейчас, в общем-то, вот как-то так вот спускается, не всюду это прошло, может быть, но вот в высшем образовании, особенно там, где наиболее вузы подвержены реформаторским потугам, хоруяж. Вот спрошной такой, сквозной хоруяж. Ты можешь ничего из себя не представлять, если ты первое лицо уважаешь, то ты будешь в шоколаде, компонуются там большие суммы, зарплаты стараются людям платить самые копеечные, какие только можно, зато руководство фокусирует у себя кароссальные деньги, если у тебя с хоруяжем все нормально, то ты, так сказать, хорошо гнешься, ты там будешь в шоколаде ходить по уши. Там остальных выгоняют. Но я вот думаю, может, у меня, так сказать, личностное где-то здесь такое отношение. Ну вот я смотрю, как вот политех без Герасимова живет, но вообще, говоря, хреново живет. А ведь этот вектор Рудской, ну это человек, обласканный Путиным. Ему недавно, кстати, медаль вот на днях буквально Федерации космонавтики вручил, президент Федерации космонавтики, знаете такого, Борис Николаевич, да, вот вручил Рудскому медаль. Ну это вообще говоря, вот как кто-то, ну правда он не про политех, а вообще про вузы сейчас, что предпринимательская концепция, надо зарабатывать деньги, а там ходят какие-то преподаватели со студентами, ну это нужно, да, иначе нас прикроют, если совсем студентов не будет, за копеечную зарплату деградирующие преподаватели там, ну деградирующие в силу того, что с них никто ничего не спрашивает, и денег им не платят по большому счету, зарплаты там неконкурентоспособные. Вот это вот, в науке то же самое, вот что там творится, Ленин не тронул в свое время Академию наук царскую, всех царских ученых оставил, говорит им там развивайтесь, вот придрогайте, что хотите, и в 9, в 8, в 9, 10 годах огромное количество НИИ замечательных, как родных, отметили свои юбилеи, то есть самые городные, самые разрушистые годы, 18, 19, 20, они были созданы, а сейчас что-то здесь разрушается то, что есть, и вообще говоря, здесь вот надо понимать, что единственная надежда, один наш союзник, это рабочий класс, и здесь нельзя сказать еще и вот о чем, сейчас в общем-то сгущается в мире, и видимо США как-то велики шансы, что будут бомбить Северную Корею, а тут, как говорится, ситуация такая, что хозяин кошку бьет, чтобы жена боялась, понятная идея, что Корея, это вообще говоря, да рампочки американцам, никакой угрозы она для Америки реально не представляет, это, так сказать, следующие будут, если Кореи удачно пробомбят, придут в Украину, придут в Крым, придут куда-то еще, и в общем-то начнут нас поджимать по всем этим самым, вот, и вот опять же, на кого здесь рассчитывать, начнется, может, нестабильность какая-то в стране, на что здесь рассчитывать, рассчитывать здесь надо, конечно, опять же, на крупные трудовые коллективы, туда можно на завод привезти пару камазов с автоматами, с чем-то еще, там люди есть, которые воевали, которые обладают опытом, и это надо, ну а иначе будут банды рискать в этих коттеджных поселках за Шагбауме, там большое количество оружия сконцентрировано, они будут группироваться, на свои машины садиться, ездить по округе там и дихтовать, все. Вот, да, я заканчиваю. Так что вот задача, опять же, коммунистов, это организовывать рабочие движения. Как вы, Александр Третий, у России два союзника, это армия у вход. Вот у России сейчас один союзник большой, это рабочий класс. Это основа общества. Микрофончик, пожалуйста. Микрофончик, извини. Мы прослушали лекцию, но, к сожалению, сама тема, она была раскрыта не с позиций марксизма, а с буржуазных позиций. Во-первых, базируется на двух ложных постулатах. Первый, что у нас требуется некое развитие государственно-монополистического капитализма, который мы сейчас заинтересованы. Это первый ложный посыл. Второй посыл, что во всем виноват бояре, а царь хороший, Путин у меня сегодня, бояре плохие, и вот из-за этого у нас не получается. То развитие, о котором мечтает докладчик. Вот если первое возьмем, значит, государственный монополистический капитализм, который требуется развить в России. Но в России развит государственный монополистический капитализм до той степени, на которой еще, может быть, не доросли Соединенные Штаты Америки и Европа. Почему? Потому что докладчик привел цифры, которыми высек сам себя, про миллиардеров, долларов. Если мы откроем работу Ленина «Империализм. Гопущая стадия капитализма», мы можем прочитать, что сила, так сказать, банковского финансового капитала, олигархии в том, что даже в условиях кризиса они получают баснословные барыши. Вот основной признак. Посмотрим, кризис в Российской Федерации на 10% миллиардеров больше. Ваша цифра? Да, да, да. Европа просила на сколько? На 4%. В целом в мире 3%. А где империализм лучше? Нет. В мире на 3 выросло, а в Европе минус 4% стало меньше. Минус 4%. Насколько плохой там? Вот там надо развивать. А у нас разве, смотрите, 10% получили прирост миллиардеров. А в мире в целом в 3%. То есть опережая. У нас более современные империализы. Дальше пошли какие-то предложения по банковским процентам, что и банки не те, и проценты не те, швец, и вот надо нам заимствование брать. То есть докладчик запутался сам и пытается запутать и читателей, и слушателей, и рабочий класс. Вот этими мерами. Это вот с помощью вот этих мер мы чего-то тут добьемся. Есть пилотное исследование по Швеции, например. Там перешли на 6-часовый рабочий день. Там нет 6-часового рабочего дня, но был пилотный проект, перешли. И сделали заключение по результатам, что в целом, значит, качество труда выросло. Стало меньше больничных, значит, у работников. Но это потребовало дополнительных финансовых затрат, поэтому дальнейший переход и перевод признан нецелесообразным. Закрыли тему 6-часовым рабочим днем в Швеции. Потому что противоречия классовые. Второе было у них исследование, посвященное положительному статке рефинансирования. У нас, значит, 9,7%, да, процентов? 75. 75. А там наоборот. Когда ты берешь в долг, ты возвращаешь меньше на процент. То есть наоборот, наоборот, в Китае. И что это привело? Ну, для стратегически важно, конечно. А это привело к тому, что ничего не дало. То есть никакого развития промышленного сектора не было. Не было, вот по факту. И они сами, так сказать, приводили эти цифры, сравнивали, и пришли к голове, что все это глупо. Все эти гладушки и прочие глупости. Если мы возьмем и рассмотрим «Царь хороший, бояре плохие», ну, это чистый идеализм. Все родного человека, да. От классов мы отошли, о том, что есть классы, вот есть какие-то люди, вожди всей нации, вражадные, вот он хороший. Но это следствие, видимо, изучения гиггельской идеалектики. Науки логики в чистом виде, там идеализм. Вот он, так сказать, превалирует в подходе и в оценках текущих, политических, в том числе. Поэтому я считаю, что тема не раскрыта. И в таком виде она принесет больше вреда, чем пользы. Спасибо. Последний вопрос. Если бы вам на секунду, ну, на секунду. Погоди, расскажу. Сейчас я закончу, а потом, а потом. Ну, потом, ну, что-то там, то, а все, спасибо. Значит, тоже пару слов скажу, поскольку завязалась дискуссия, где метрально противоположные позиции высказаны. То есть я думаю, что в лекции, которые представил Борис Николаевич, есть главная генеральная линия и некоторые, скажем так, то есть есть зерна, а есть некоторая шелуха, от которой нужно отказаться. Так вот эта генеральная линия очень простая. Вот, как мы должны смотреть на развитие капитализма в России? Просто восхищаться, сколько стало, или ругать, сколько стало долларов в миллионерах, больше там или меньше, или по-другому. Ведь с какой точки зрения, с какой позиции мы должны смотреть? А с точки зрения осуществимости перехода к социализму. Какой класс осуществляет этот переход? Рабочий класс. И я, так сказать, готовясь к этой лекции, почитал работы Ленина. У него красной линией идет один вывод, что рабочему классу не безразлично, при каких условиях будет осуществлен этот переход к социализму. И рабочий класс заинтересован в таком развитии капитализма, когда вот этот переход в коммунизм, и затем строительство коммунизма, будет более осуществим, более легок, с меньшими жертвами для рабочего класса. Поэтому все те меры, о которых развитие государства монополистического капитализма, о которых говорил и раскрывал Борис Николаевич, они как раз способствуют этому. Я бы, так сказать, вот эту проблему заострил следующим образом. Вообще мы за что стоим? За то, чтобы рабочий класс при переходе социализма понес большую жертву или меньшую? Я, например, за то, чтобы меньшую. Поэтому меня удивляют некоторые высказывания, которые звучали здесь в выступлении, что вроде, получается, люди за то, чтобы рабочий класс больше жертвы понес, какой-то странный, я сняюсь, мазохизм. То есть вот это главная генеральная линия, которую Борис Николаевич свою лекцию, на мой взгляд, раскрыл. Что касается того, что отбрюденных высказываний, я назову это шелухой, ну, я бы тоже поспорил, конечно, мы не должны помогать Путину. Мы должны помогать рабочему классу, если с Иваном Михайловичем согласен здесь, с Иваном Сергеевичем. А вот эти вот методы и меры развития капитализма будут способствовать и облегчать рабочему классу переход социализма. Спасибо. А когда революция будет, 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 уравненький переходит. Переход это революционный. Заключительно слово, Борис Николаевич. Ну, я в первую очередь хочу всех поблагодарить за острую дискуссию. Вот так должна проходить дискуссия на всех уровнях. На исполнительной, законодательной власти. Вот это очень здорово. И вот в нашем формате, то, что мы обсуждаем, вот так, вот что-то мы вырабатываем. Что касается буржуазии, господствующего класса, так она тоже подразделяется. Есть национально настроенная буржуазия, каким и можно отнести, в первую очередь, нашего президента. А есть камбрадорская буржуазия, которая разрушает отечественную промышленность и экономику. И тоже, как любая буржуазия, извлекает прибыль. Вот с такой буржуазией, в первую очередь, и надо бороться. Что касается рабочего движения, вот, конечно, очень хороший пример Иван Михайлович приводил. По Пугачеву, где спасли, и мы, и я в свое время выступал, где Балтийский завод был спасен. Та же, как и Пикалева, под воздействием рабочих. Конечно, и мы говорили, что и Шмаковского профсоюза, и все остальные рабочие движения. Вот, должны бороться. Что касается, вот, медали там, ну, у нас, что, даже в таком, у нас и Горбачев был награжден за большие заслуги перед Родиной в связи с 80-летием. Медведев, как буржуазный руководитель, наградил его высокой правительственной наградой. Ну, что это, показатель? Ну, и Сердюков, по каким был министр обороны, критериям был назначен? Как крупный специалист в военном деле? Нет, конечно, ну, что вы, это, ну, вот, это ошибки. Конечно, это, конечно, мы должны оценивать и признавать. Что касается авторитета Санкт-Петербургского госуниверситета, это очень большой авторитет. Нет, но это же буржуазный университет, и буржуазные, конечно, там настроения, в первую очередь, летают. Та же, как и что Санкт-Петербургский университет? Вот, фонд Рабочая Академия, это что, очень большой громадный фонд с большими деньгами? Да нет, конечно, вот выработали вот эти меры, которые послали президенту, которые мы сегодня обсуждаем, которые обсуждаются на всех уровнях. Кто вообще мешает, если я вас бы спросил, что предложил Санкт-Петербургский университет после этой крупнейшей международной научно-практической конференции? Или Гайдаровский форум, давайте, о, очень мощный Гайдаровский форум, все такие деньги, такие залы, такие авторитеты там, что в итоге выдают? Где можно прочитать и где обсудить, что же вы выдал Гайдаровский форум? Да ничего, пустота, а деньги затрачены очень приличные. Поэтому брать за основу это нельзя, если РКРП, Ротфронт что-то вообще мощное представляет, ну сделайте аналогичное или что-то другое, давайте в нашем формате. И чтобы не стыдно было послать и на первого лица и страны, и куда угодно, и где угодно в рабочем движении, на любой партии обсудить. Давайте, если это только как у Навального критика, и вот мы против, и мы вот так, а на гора ничего не выдают. Ну грош цена этим всем высказываниям, в том числе и со стороны, как вроде партии РКРП, выдайте, выдайте и обсудим. Давайте, вот можно, ректор здесь, ректор у нас не будет возражать, если поручим вместе с очень уважаемым Виктором Аркадьевичем Дюлькиным, выработайте, вместе со всем коллективом, вместе со всей страной рабочим движением, выработайте и предложите. Это будет действительно очень мощный будет вклад. А то, что рабочее движение, конечно, очень хорошо, что отстаивает предприятие, да, это здорово. Но если будет план на государственную собственность, меньше будут разваливаться заводы, если будет программа госзаказы на те же заводы Пугачевский и Ходорковский и всех остальных, они будут загружены, и амортизационные отчисления будут отчисляться в полном объеме, не будут умирать заводы, как у нас умерло 75 тысяч крупнейших предприятий. Вот тогда будет развиваться страна в правильном направлении и из государственно-монополистического капитализма превратиться в коммунизм и его первую стадию – социализм. Удачи, спасибо за внимание. Не революция, значит, а при степени пойдет социализм накопления. Еще три тысячи. Так, объявление. Уважаемые товарищи, важное объявление, прошу минуточку внимания. Следующий четверг у нас занятий не будет, потому что 22 апреля, в субботу, в Разливе состоится международная научно-практическая конференция «Ленин. Октябрьская революция и современность». Всех мы вас приглашаем для участия в этой конференции. Значит, она состоится в Разливе. Сбор для тех, кто поедет, скажем так, коллективно. 9 часов 45 минут у станции метро «Черная речка». Отправление автобусов будет в 2 неоплана в 10.00. Начало конференции в 11.00. Кто самостоятельно, пожалуйста, там под страховки. Можно пешком прогуляться 4 километра. Либо на личном транспорте. Сейчас. И следующее занятие здесь у нас будет «Через неделю, 27 апреля». Тема занятия «Октябрьская революция. Триумф материалистической диалектики». Ведет занятие кандидат технических наук Юрков Кирилл Валерьевич. По 22 апреля. Товарищи, кто не поедет на конференцию, приглашаем на митинг, который будет на площади Ленина, в памятнике Кирилл Валерьевна. В 13.00. Мероприятие согласовано. Так что приходите. И, пожалуйста, газеты по прошлой конференции можно взять? Значит, на четвертой полосе публикация по предыдущей конференции. Так что можно сориентироваться и напомнить, как проходило в прошлом году. По аналогии будет проходить и в этом году. Все. Спасибо. Самого доброго. Продолжение следует...